Уважаемые товарищи, я Владимир Марченко, народный депутат Украины, вместе с Натальей Алексеевной-Лымар, также народным депутатом Украины, мы приехали к вам для того, чтобы представить кандидата в президенты Ветренко Наталью Михайловну. Наталья Михайловна здесь. АПЛОДИСМЕНТЫ Будет массовое банкротство банков, техногенные аварии начнутся в материальном производстве, потому что никто же не занимается капитальным ремонтом и модернизацией инфраструктуры, сложных систем. На этом фоне начнутся социальные бунты, стихийные люди будут выброшены на улицу, потеряв работу, потеряв деньги, потеряв надежду вообще на выживание. И на этом фоне тогда войдут войска НАТО и завершат колонизацию страны. Вот так легко и просто страну отдать? Украину на растерзание? На колонизацию? И то, что сегодня Украина в страшнейшей долговой яме? 12 миллиардов 800 миллионов долларов внешний кредит Украины. 12 миллиардов 800 миллионов долларов. И вчера эти ребятки сидят и изгаляются. Давайте дальше продолжать сотрудничество с МВФ. Кто долги будет отдавать? Кто? Наши дети, внуки, правнуки? Неужели непонятно, что эта долговая яма просто добьет страну? Как первый кредит, так и все последующие кредиты. Куда делись, никто не знает. Никто не знает. Безусловно, я уверена, что в карман. Потому что поступали они все время с формулировкой на поддержание или сокращение дефицита бюджета, на стабилизацию денежной единицы, на пополнение резервов Национального банка. И проследить, куда эти деньги пошли, в общем-то, никто и не собирался. То есть фактически начинается бегство капитала с Украины. В целом, за эти годы реформ из Украины убежало 40 миллиардов долларов, вывезено с Украины. Я предложила радикально иной путь реформ. Я объяснила, что нужно разрывать отношения с МВФ, денонсировать договор. Нужно замораживать долг МВФ, не брать новые долги, но и не выплачивать эти, пока Украина не выйдет из кризиса. Я показала в бюджетной резолюции, что самое главное, что сегодня имеет Украина, это трудовой потенциал и производственный потенциал. То есть нам нужно поднять свое производство. Будет поднято производство, пойдут доходы в бюджет. Второй фактор для пополнения бюджета, это возврат капитала, вывезенных с Украины. И в бюджетной резолюции показала механизм, как вернуть в Украину вывезенный с Украины капитал. Какая должна быть для этого законодательная база? Пока диктует свои условия МВФ, он ничего не позволяет сделать. Он не позволяет изменить налоговую политику. Хоть концепцию налогового кодекса, вот я разработала, внесла в парламент. Он не позволяет даже рассматривать эту концепцию. Он не позволяет вернуть капиталы, вывезенные с Украины. Не позволяет. Он не позволяет изменить политику цен. И продолжают грабить население, посредники на энергорымке. Он не позволяет изменить пенсионную систему. Не позволяет изменить систему заработной платы. Сколько сегодня молодых ребят не могут найти себе применение. И вы знаете, я как мать прежде всего рассуждаю. Как же тогда уберечь ребенка от преступности, от наркомании, от проституции? Как, если нет доступа к учебе и нет возможности работать? Изменить политику цен, изменить политику налогов, разобраться с приватизацией и вернуть в государственную собственность все то, что было неправедно приватизировано. Изменить внешнеэкономическую политику, защитив внутренний рынок. Все это даст возможность поднять предприятия, создать рабочие места. Для молодежи, кстати, очень важна и пенсионная реформа. Потому что повышение уровня минимальной пенсии, это вопрос стипендии. Повышение уровня минимальной пенсии, это вопрос выплаты на ребенка. По закону Украины, выплата на ребенка зависит от уровня минимальной пенсии. Повышение уровня минимальной пенсии, а дальнейшее уже повышение всей системы пенсионного обеспечения дает возможность пенсионерам уйти на пенсию. И тогда освободить рабочие места для молодежи. Сегодня бюджет разворовывается. Сегодня бюджет вообще не выполняется. Даже 370 миллионов гривен, которые в бюджете заложены для выплаты 80-летним старикам, 48 гривен с трудовых сбережений, ничего не выплатило правительство. Ничего. Почему? Потому что из бюджета 99-го года нужно 2 миллиарда долларов отдать проценты за кредит. Посчитайте, 20 миллиардов гривен бюджет, 2 миллиарда долларов, то есть 9 миллиардов нужно отдать проценты за кредит. Отказ от выплаты платежей в МВФ. Это дефолт. А как дальше? Да, это дефолт. Это объявление дефолта, это замораживание долга. И мы вели уже переговоры с представителями крупнейших банков мира, чтобы при объявлении дефолта они выступили гарантами для Украины, чтобы в Украину пошли иностранные инвестиции, то есть чтобы иностранный инвестор не боялся вкладывать деньги. Да, дефолт придется объявлять. Ничего страшного в этом нет. Другие страны тоже объявляли дефолт и замораживали выплату долга. Тогда Украина будет процветающим государством и выйдет из кризиса и будут женщины рожать детей и не бояться за их будущее. Я благодарна вам за встречу. Я желаю всем честным людям добра, здоровья и преуспевания.